Девчата, привет! С вами я, Виталий, и сегодня мы поговорим о следующем шестом вопросе по теме саморазвития, который прозвучал следующим образом. Там сказано мной было, что важно узнать количество людей, мужчин и женщин, которые находятся в вашем окружении. Вы взяли, посчитали, раз, два, три, четыре, пять, и буквально в численном выражении можно посчитать этих людей, ваших родных, ваших близких, друзей и тому подобное. Ваши коллеги по работе, соседей, со всеми людьми, с которыми вы контактируете, общаетесь, плодотворно, неплодотворно, эмоционально получаете какой-то результат, поддержку получаете или не получаете, но тем не менее вы с этими людьми общаетесь, контактируете. И в результате этого, что происходит? Повышается качество ваших навыков, вашего образа, оно улучшается, потому что в закрытой группе людей какое-то именно численное выражение, которое вы можете иметь возможность, свои навыки, свой образ шлифовать, взаимопонимание у вас там улучшается, ваши решения принимаются быстрее, ваша эмоциональная поддержка тоже получается быстрее, вам есть кому пойти, есть с кем поговорить, с кем пообщаться, с кем выразить себя и тому подобное. То есть небольшая группа людей, из которых там 20-30 человек или 40, да, это нормально, да, но в этих условиях ограниченная такая группа людей, мира такого, который вы создаете, это нормально, там шлифуется, так скажем, полируется такой бриллиантик, ваши качества, которые у вас имеются, вы их полируете, так вот дышите, как на вашем украшении, да, полируете и, соответственно, ваш образ улучшается, вы лучше выглядите эмоционально, ваши позитивные и тому подобное. Но эти рамки, существующие, границы, которые вы себе создали в этой группе людей, они, безусловно, помогают вашему самосовершенствованию, но мы с вами говорим о саморазвитии, который происходит каждый день, постоянно происходит. Наша задача с вами, конечно, эти стены, которые образованы в вашем мире, этими людьми, эмоциональной поддержки, эмоционально чувственную там, любви к вам какой-то, в своем понимании, уважении и тому подобное, их не надо ломать, конечно, прекрасные. Эти стены, которые вы построили вместе с этими людьми, этот мир прекрасный, это все нормально, но из него надо выходить, открывать двери, открывать окна, если двери закрыты, в окна убегать, как говорится, и идти в большой мир, большой мир, чтобы ваше саморазвитие происходило в среде людей. Мы говорим важно о том, что в саморазвитии необходимо встраивать большой круг людей, то есть, чтобы туда выйти, в этот мир, и этот мир вас немножко так это самое подшлифовал, погрубее, погрубее отработать вам надо там ваши новые навыки там отработать, показать себя по-другому. То есть, саморазвитие, в него встраиваем ротацию, общение, круг людей расширяем, передвигаемся, это для начала, да, просто контактируем, и далее, когда ваше саморазвитие будет идти по пути по этому, появятся ваши качества, будут проявляться из независимости, из женственности, ваша единственность, ваша неповторимость будет притягивать больше людей к вам, соответственно, у вас будут появляться такие новые качества, новые, там, амазики, бриллиантики внутри вас будут. Я об этом говорю о чем? О том, что вы будете на себе, на голове, ваша корона будет украшаться этими бриллиантиками, этими блестящими штучками, да, этими качествами, которые у вас появятся. То есть, это способность, когда много людей вокруг вас собирается, и они видят в вас определенный пример, определенное развитие, и хотят вам подражать уже, не вы уже подражаете кому-то, а вам уже хотят подражать, это уже совершенно новое качество вашего саморазвития. И я думаю, что вы к этому придете, к способности, к способности какой? Участвовать, участвовать в мероприятиях, в каких-то событиях, которые создаются другими людьми. Это нетрудно, да, пойти на какое-то мероприятие, на какое-то событие, и познакомиться там с новыми людьми, познакомиться, расширить свой круг общения, контакты наладить какие-то эмоциональные, там, деловые и так далее. Или далее, самая большая способность будет ваша вырабатываться для в этом саморазвитии, самой создавать мероприятия, самой создавать какие-то события и тому подобное, куда будет приходить, приглашать уже других людей. Вы будете приглашать. То есть, начинается это простое, простое, пригласить кого-то в гости к себе, да, или там создать какую-то вечеринку, это простые мероприятия, да. Далее более сложные социальные мероприятия, и далее, не будем говорить политические мероприятия, но и они тоже являются мероприятиями, которым вы будете развивать свой круг общения, коммуникации, и ваше саморазвитие будет там именно переходить на новый уровень. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, сегодня вас мотивирую перейти на другой уровень, на уровень расширения своего круга общения. Я не говорю о том, что эти стены надо ломать, нет, их надо сохранять, сюда можно вернуться, в этот мир, который вам дорог, где ваши близкие люди, ваши друзья, школьные товарищи, там, покурсовые товарищи какие-то, общение, где у вас было интересное, позитивное. Вы можете туда вернуться, эмоционально поддержать себя и других людей, да, но в то же время вам необходимо выходить в мир, где, да, вы, возможно, можете встретить там критику, возможно, встретить там негативное какое-то отношение, но это ваше саморазвитие. Без этого саморазвитие невозможно, потому что вам в конечном итоге, мы к чему идем? К тому, чтобы вы увеличили свое влияние. Вот те навыки и те качества, которые вы себе проявите во время саморазвития, вам необходимо перенести их, подарить их, отдать их окружающему миру. Вот в этом общении, в этом новом круге общения вы передаете, вы оказываете влияние на других людей, вы передаете им свои позитивные эмоции, вы передаете им свою любовь, им передаете свои чувства и так далее. То есть это огромный-огромный потенциал, без которого ваше саморазвитие опять превратится во что? В самосовершенствование. Ребята, девчата, парни, я вас настоятельно рекомендую заняться саморазвитием, включить в свое саморазвитие именно расширение, круг общения людей, именно развивать способность участия в мероприятиях, в событиях и самим эти мероприятия, события моделировать, создавать, планировать обязательно. Вы дойдете до такого уровня. Всех вам благ, будьте здоровы, счастливы вам, девчатам вам любви, красоты, быть прекрасными, позитивными, эмоциональными, интересными. Пока, с вами был я, Виталий. Ждите новых видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok